Добрый день! В эфире открытые новости в Яровом. С вами Анна Москаленко и в начале выпуска коротко расскажу о главном. Санаторий «Химик» в Яровом предлагает комплекс процедур реабилитации для тех, кто перенес заболевание коронавирусом. Подробнее об услугах расскажем в выпуске. В Барнауле увеличилось число дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения провели очередной рейд на улицах города. В регионе открылась одна из масштабных выставок изобразительного искусства «Азарт Сибирь-2021». Смотрите далее. 219 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. 41 пациент выздоровел. 16 человек умерли, 14 из них от коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 56 тысяч 6 человек. Среди них 3782 ребенка. Выздоровели почти 47 с половиной тысяч человек. Умерли 3534 человека. Санаторий «Химик» в Яровом предлагает комплекс процедур реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. Об услугах и их эффекте расскажет подробнее мой коллега Глеб Полянский. В большинстве случаев после основного базового курса лечения COVID-19 пациентам требуется длительная реабилитация. Особенно это актуально для тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме. Появляется одышка, затруднение дыхания, сложнее переносить физические нагрузки. Восстановить здоровье и призван специальный курс санатория «Химик». С помощью грязевых процедур, электрогрязи, физиотерапевтических процедур, массажа, водных процедур, соляной пещеры и ингредиционных методик. Плюс методика, направленная на освоение дыхательной гимнастики наших пациентов. Весь курс у нас продолжается до 14 дней возможной прелонгации. Также медики дают рекомендации для домашних занятий, чтобы закрепить положительный оздоравливающий эффект. Одна из процедур для клиентов санатория – парение в кедровой фитобочке. Сюда закладываем трава, сбор травы, фитопар называется. Включаем температурный режим, под воздействием пара идет нагрев температуры от 50 до 60. Под воздействием пара идет окутывание, вот человек сидит в термобочке, окутывание паром. Эффект сауны. Для пациентов показаны и водные процедуры, например, гидромассажные ванны. Человек ложится в эту воду, он расслабляется, лучше идет отток лимфы. Также хорошо снимает отеки. В качестве профилактики это очень хорошая ванна, очень хорошая процедура. Из космической сферы в медицину пришли технологии магнитотерапии. Направленное воздействие электромагнитного поля оказывает благотворный эффект на гормональный фон, стимулирует иммунитет и укрепляет организм. Александр Медведев из Благовещенска перенес заболевание COVID-19 осенью прошлого года. Очень плохо, очень. Сейчас мало-мало отошел. Вот поехал по совету своего друга, вашего земляка со Славгорода, моего друга-однополчанина. Посоветовал. Вот я приехал, очень доволен санаторием и лечением. Важный элемент программы восстановления – ингаляции и спелеотерапия. В кабинете создан микроклимат соляной пещеры. Это успокаивает нервную систему и благотворно действует на верхние дыхательные пути. Используют в качестве профилактического и укрепляющего средства и традиционный кислородный коктейль. В совокупности эти процедуры должны помочь восстановлению функций дыхательной и других систем организма после перенесенного коронавируса. Медики говорят, отзывы отдыхающих строго позитивные. Положительный эффект отмечают почти все. Глеб Полянский, Алексей Михайлов. Новости. В Барнауле с 9 июля в районе пересечения улиц Энтузиастов и Попова при движении от Солнечной поляны изменится схема передвижения. На этом участке дороги отключат правоповоротную секцию. Движение в левой полосе будет осуществляться только прямо. В правой – прямо и направо. Такие изменения необходимы для повышения пропускной способности улицы, отмечают в мэрии. В краевой столице увеличилось число дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения провели очередной рейд на улицах города. Смотри, читаешь, что написано? Пешеход, остановись, убедись. Остановись. Понял? Остановись, а потом убедись. Если пропускают, переходи. Держи. За шесть месяцев в краевой столице прошло 411 ДТП, в которых получили травмы 503 человека, а 15 погибли. Наезды на пешеходов произошло 180, причем в 113 случаях произошли на пешеходных переходах. И в 12 случаях вина признана пешеходов. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, к пешеходам, что знать нужно, что пешеходный переход сам не гарантирует безопасности. Необходимо убедиться, что водитель вас видит, останавливается, пропускает, после этого переходить дорогу. В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели ребенка в Калманском районе. Девочка утонула в пруду. По данным следствия, 6 июля днем три несовершеннолетние девочки пошли на пруд в сопровождении матери одной из них. Там они нашли деревянный плод и решили на нем покататься. В результате плод перевернулся, и все дети упали в воду. Восьмилетняя девочка не смогла выплыть и утонула. Ее тело было обнаружено на следующий день. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Устанавливаются все обстоятельства гибели девочки. Расследование уголовного дела продолжается. Несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Также обращаем внимание и на то, что оставлять детей от них ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Входную дверь не вскрывали и не повреждали. Такой ответ получила жительница Заринска Светлана Панкратева от управления МВД по Новосибирску. Напомню, в апреле этого года сотрудники правоохранительных органов взломали дверь в квартиру Светланы и провели там обыск. Они искали женщину, которая съехала оттуда 7 лет назад. Сразу после инцидента Светлана заменила дверь за свой счет. На покупку и установку потратила около 27 тысяч рублей. Затем направила претензию в управление МВД по Новосибирску с просьбой разъяснить ситуацию и возместить ущерб. Но получила неожиданный ответ. Из него следует, что при проведении обыска дверь сотрудниками не вскрывалась. Пока это выглядит, как какие-то отписки, в общем, практической помощи я пока ни от кого не уверена. Ну, не помощи даже, да, сотрудничества какой-то или признание своей ошибки, признание, да, и попытка как-то урегулировать этот вопрос. Ну, вот, пока ниоткуда не поступало. Одно из масштабных событий в области изобразительного искусства в регионе. В Титов-Арене открылась художественная выставка «Азарт Сибирь-2021». Тему продолжит Юлия Шламова. Спорткомплекс Титов-Арена – сегодня главная выставочная площадка художественной биеннале «Азарт Сибирь-2021». Здесь собрались искусствоведы, графики и скульпторы. А Барнаул на три недели стал культурной столицей Сибири. Ну, это крупное событие даже не только для нашего региона, а вообще во всей сибирской части нашей России, потому что таких крупных, молодежных именно выставках представлены художники, молодые художники всей Сибири, и в данном случае частично еще и Дальнего Востока, проводится не так много. Это событие, которое, в принципе, вносит вклад в культуру искусствоведения Сибири, и, конечно, иногда серьезнейшим образом влияет на судьбу самих художников, которые принимают в ней участие. Выставки «Азарт» проводят в Барнауле с 2004 года, однако настолько масштабная, организована впервые. В этом году она открылась в юбилейный десятый раз. Развернуть экспозицию на площади в 2000 квадратных метров позволила тройная грантовая поддержка от президента России, губернатора Алтайского края и фонда Александра Прокопьева. Благодаря этому организаторы значительно увеличили призовой фонд. Победитель каждой из шести номинаций получит по 25 тысяч рублей. Это наш первый опыт работы в этом пространстве, в таком большом пространстве, с новым оборудованием. Как вы видите, здесь очень качественное выставочное оборудование, которое мы привезли из Новокузнецка. Специально для этого проекта сделали вот эту застройку, планировку этого пространства. МДВА-студио, вот это проектное бюро, состоящее из очень талантливых молодых архитекторов наших, барнаульских, которые приняли участие, в общем-то, разработали этот проект. Азарт этого года традиционно собрал около 300 авторов. Некоторые из них представили по нескольку работ в разных номинациях. Станковая живопись, уникальная и печатная графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, а также искусствоведение. Здесь молодые авторы могут понять себя и найти свое место в искусстве. Это зеленый свет на другие выставки. Это очень значимое событие для каждого художника, который здесь выставляется. И я думаю, это что-то даст мне. Надеюсь. Есть какие-то определенные такие, я бы не назвал звездами, но какие-то такие небольшие вершины, где молодые художники пробуют себя в каких-то очень серьезных темах. Вот неожиданно там кто-то в экологии, кто-то в каких-то внутренних, что ли, каких-то самокопаниях. И не всегда это выражается в пластике. Но то, что молодых художников интересует прежде всего это тем, это уже хорошо. Музеи, галереи и арт-пространство города присоединятся к этому масштабному культурному событию. В них также пройдут ретроспективные экспозиции, лекции, мастер-классы, экскурсии и встречи с художниками. Выставку «Азарт Сибирь-2021» можно посмотреть до 30 июля. Юлия Шеламова, Сергей Балуев, новости. К этому часу это все новости. Больше вы найдете на нашем сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Присылайте свои темы и о самых интересных мы расскажем в следующих выпусках. А я напоминаю, что команда телеканала Katun24 работает в Яровом. В 17.00 состоится наш последний здесь выпуск. С вами была Анна Москаленко. Не переключайтесь, хорошего вам дня. Встретимся в эфирах.